Приветствую вас всех, дорогие друзья, трубачи, любители трубы и всё такое. Я всё думал, делать это видео или нет, но как бы, раз уж такая песня пошла, что люди смотрят мои уроки, и они помогают. Люди спрашивают меня, задают вопросы всякие разные, кто-то даже благодарит за что-то, не знаю, может быть, действительно что-то в этом есть. Но если что-то в этом есть, то я тогда буду продолжать всю эту деятельность. Недавно тут приезжал итальянский трубач Марко Пьерабола. Я, естественно, стал задавать вопросы ему, там, что нужно сделать, чтобы была сильная выдержка, чтобы там много-много часов играть туда-сюда, чтобы верхняя нота, чтобы там как что, как дыхание туда-сюда брать. Ну, на что он мне сказал, что играйте произведения, с этим произведением ваши технологические возможности станут лучше. Ну, и с этим ещё ему пришлось выдать свои секреты, как он над этим занимается. Во-первых, он сказал, там, вот это всё лажа, так играть на трубе не надо. То есть, если мы играем на трубе, мы играем на трубе, мы дышим в трубу. А нет, это не нужно никому. То есть, если мы дышим, то процесс пошёл. Процесс правильного дыхания, чтобы не закреплять неправильные ощущения. То есть, мы дышим правильно. Правильно дышим мы как? Просто держим осланку прямо, голову прямо. И, кстати, я посмотрел в Ютубе его видео. Там он тоже пропагандирует то, что надо держать правильную голову, держишь хорошее настроение, берешь дыхание ртом. И только ртом, не носом. Всегда брать дыхание ртом. А от этого, кстати, выдержка тоже будет больше. Потому что другие ощущения. Вы не сбиваете состояние губ с муштуком. Когда берёте носом. То есть, когда берёшь носом, ты там что-то начинаешь, там что-то капошислость, что-то там, что-то переживать. Ты там берёшь дыхание носом, что-то там микрона там какие-то, что-то там это. А берёшь дыхание ртом. Когда берёшь носом, как бы ты, типа, немножко-немножко по-другому идёт. Зажимательное дыхание так. Берёшь дыхание ртом, это правильно. Уголками рта тем более. Осанка. Хорошее настроение. И вперёд. Дальше. Упражнение на дыхание, вы только не смейтесь надо мной. Упражнение на дыхание, оно сделало такое. Он просто сказал нам в мастер-классе, что играет, что вы почувствуете, когда будете играть дыханием в трубу, в мушту, в дыша. Вот так. То есть, ты дышишь в трубу, идёт непрерывный выдох, и это главное. Идёт непрерывный выдох, и это главное. Это называется, как бы, правильное дыхание. Когда ты начинаешь неправильно дышать, там, зажиматься, переживать, это неправильно. Надо всегда, чтобы шёл непрерывный выдох. Чтобы можно было просто дудить в трубу. И играть музыку. Дальше. Вот он берёт произведение. Во-первых, он его поёт. Произведение. Потом поёт, проговаривает ноты. Потом он берёт трубу. Ну, на объёмы, типа, говорит. Первая часть. Типа, ты уже с дыханием пропеваешь. Тем более, что он сказал, что Сергей Никаряков номер один в мире в том плане, что он очень медленно всё это делает. Потом туда-сюда туда-сюда. Мы все эти рефлексы взбиваем в наши мозги, в наше тело. Да, я немножко, ещё немножко, и потом сестанский. Да, пожалуйста, всё и там выделать. Да, в сечальнике я вывешу, не переживайте. Ага, спасибо. Да. Вгонять из театра. Уже больше 11 вечера. Вот охрана. В общем, то есть, типа, что то есть, типа, медленно проигрываешь это всё, точнее, с дыханием. С дыханием прошёл, а потом уже со звуком прошёл. Это то, что вот от итальянского виртуоза трубача я подчеркнул. Вот. Ну, можно сказать, что лишний раз я понял, что надо позитивно дышать в трубу. Никаких тараканов, никаких мыслей получится, не получится. Просто осанка, взял дыхание ртом и вперёд. Дышим, играем, всё. Будет, что будет. Ну, киксы, киксы, ну, что сделать? Ну, все живые люди. Ну. Дальше. Моё личные наблюдения. После очередного окончания занятий, допустим, проиграли одни упражнения, надо отдохнуть, чтобы потом в процессе дня взять трубу, опять сыграть другие упражнения, в конце каждого упражнения я рекомендую играть просто такую ерунду. пальцы работают, и губы расслабляются. Ладно. Это я так, быстренько. Для нас, всех ленивых, кто не хочет заниматься, хотя бы этот совет, когда аппарат не очень сильный, не очень чувствует комфортно, эти упражнения немножко не расслабляют губы, и мы чувствуем релакс. Релакс, как говорим, Аз Дэвис. Дальше. В конце вообще дня, рабочего дня, когда губы в хлам, тяжелый балет, что-то еще, когда второй трубач не играет громко, а ты играешь громко, и, в общем, выдохся, и, в общем, все. Еще такие упражнения посоветую вам. Я, не я это придумал, но, по-моему, даже меня этому научили, но я все равно поделюсь. без клапанов. Начинают работать другие мышцы. Субтитры создавал DimaTorzok Я могу сыграть тремя клапанами. Это понятно. Причем, раньше у меня получалось и пусто. Потом я там менял постановку, у меня, конечно, как это лажа. Сейчас смысл в том, чтобы просто пытаться. Пускай пока не получается, ничего страшного. Получится потом, получится потом, не обязательно, что сейчас не получается. Каждый день добиваем, 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 потом находим. губки. Губки уже расслабляются. Губки уже расслабляются. Еще. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ А именно BRAG ПОЛИЦ Но в итоге губы чувствуют себя хорошо и на завтрашний день будут лучше ощущения для дальнейших продвижений и занятий. Очень удачных занятий. Субтитры создавал DimaTorzok